МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А гарантировать хорошую летную погоду никто не мог. Сложности возникли у тех, кто воспользовался бесплатной перехватывающей парковкой. По сути, эта стоянка представляла собой тот же аэродром, только для полевой авиации. Поэтому дороги между парковочными местами быстро превратились в участки трофи-рейда, где комфортно себя чувствовали только полноприводные машины. Людей, которые хотели дойти до автобуса по чистой бетонной взлетно-посадочной полосе, сотрудники милиции разворачивали и направляли обратно в колею. Видимо, чтобы гости не испачкали взлетку. К счастью, сложная инфраструктура не повлияла на желание гостей салона увидеть новинки авиатехники. И все благополучно добрались до летного поля. Центральное место на выставке занял огромный аэробус А-380. Это двухпалубный самолет, размах крыльев которого без малого 80 метров. Он может совершать беспересадочные полеты на расстоянии больше 15 тысяч километров. В зависимости от варианта исполнения, самолет способен перевозить до 800 пассажиров в трех салонах разного класса. Грузовая версия этого лайнера берет на борт до 150 тонн груза. Рекорды, которые принадлежат этому авиалайнеру, можно перечислять долго. Например, он самый экономичный, самый вместительный и самый тихий. На летном поле Жуковского аэробус стоит не случайно, ведь в проектировании этого лайнера активное участие принимали инженеры из России. На авиасалоне представили испытательный самолет, напичканный аппаратурой. Этот лайнер используется для тестирования оборудования, для обучения летного состава авиакомпаний, заказавших аэробус, а также участвует в международных авиасалонах и презентациях. Несложно догадаться, что главной проблемой при конструировании самого большого в мире пассажирского лайнера стал лишний вес. Избавиться от него смогли благодаря использованию композиционных материалов в силовых элементах конструкции и интерьере. Летная программа аэробуса поразила всех. Самолет таких размеров казалось не предназначен для выкрутасов, которые он выполнял. Но он маневрировал прямо над площадкой для показательных полетов. Впечатлил и низкий уровень шума аэробуса. Самолет удалось сделать тише конкурентов за счет двигателей. А-380 может летать на смеси авиационного керосина с топливом из природного газа. Наши авиаконструкторы в этом году представили несколько самолетов, которые можно назвать новинками. Ту-204 – новый пассажирский самолет, который призван сменить парк устаревших тушек. Сегодня он прошел последние сертификационные испытания и скоро сможет выполнять регулярные рейсы. В кабине двое летчиков. Работу бортинженера выполняет автоматика. Самолет может быть выполнен в разных вариантах. Максимальное количество пассажиров – 215 человек. А дальность полета при этом составляет 4200 метров. У авиастроителей такие же проблемы, как у автозаводов. Добиться снижения веса, сократить расход топлива, повысить экологические нормы. Вообще-то базовый Ту-204 разработан уже давно, в 90-х, с целью поменять устаревший парк и создать здоровую конкуренцию поддержанной западной техники. Разработчики Ту-204 ориентировались на современные на тот момент авиационные требования. Самолет делали с учетом ограничений по шуму на местности и экологических стандартов. Ту-204 должен был стать таким же массовым, как и его предшественник Ту-154. Но этого не произошло. В настоящее время производится около 10 лайнеров в год. Еще один самолет, который должен занять нишу региональных перевозок, в основном на дальность до 3000 км – лайнер «Сухой Суперджет-100». Этот сектор рынка в последнее время переживает бурный рост. В России и СНГ многие рейсы до сих пор обслуживают устаревшие Ту-134 и Ан-24. Практически все основные системы «Суперджета» поставляются целиком из-за рубежа. Шасси, тормозная система, интерьер пассажирского салона, комплекс радиоэлектронного оборудования. Новинка настолько похожа на другие современные региональные лайнеры, что увидев его в аэропорту, простой пассажир вряд ли отличит машину от «Эмбрайер» или «Митсубиси». Специалисты отмечают и ряд недостатков этого самолета. По заключению Минтранса и результатам исследований ЦАГи он требует дополнительных мер обеспечения безопасности в региональных аэропортах России. Среди причин опасности эксплуатации эксперты называют угрозой попадания в низкорасположенные двигатели посторонних предметов взлетно-посадочной полосы во время руления и взлета. Многие сомневаются в успехе проекта «Сухой Суперджет-100» по той причине, что ранее компания не создавала ни одного пассажирского лайнера. «Су» до этого разрабатывали военные истребители, которые, кстати, в полной мере были представлены на «Максе». Истребители «Су» по традиции участвовали в полетах пилотажной группы «Русские Витязи». Компания «МИГ» показала на авиасалоне «МИГ-29СМТ». Аббревиатура означает «Самолет, модернизированный по топливу». Это многоцелевой фронтовой истребитель. В конструкцию самолета добавили два топливных бака, общим объемом почти 2000 литров. Дополнительные баки можно будет устанавливать и на уже существующие самолеты в частях и авиаремонтных предприятиях военно-воздушных сил. Перехватчик выполняет боевые задачи по уничтожению целей определенных. Здесь вот перед самолетом выложено вооружение, которое устанавливается на этот самолет согласно заданию, опять же. Благодаря модернизации радиус действия истребителя при решении задач «Воздух-воздух» возрос в 3,5 раза. Ограничения на режимы полета значительно сужены. В носовой части истребителя установлена съемная штанга. Ее монтаж в полевых условиях занимает максимум 2 часа. Считается, что применение дозаправки позволяет использовать новый «МИГ» практически без ограничений по дальности. Ну, здесь систем тоже много. Ну, и как бы она сейчас идет в сторону усложнения немножко. Проходят испытания. Все это дело усовершенствуется и становится надежнее и ненадежнее. Ну, здесь и модернизирована и система навигации, и система перехвата, в частности, радар здесь стоит, радар-М, радиолокатор. На экранах может отображаться электронная карта местности, а также изображение наземных целей. С помощью цифровой обработки возможно увеличение отдельных объектов и совмещение изображений. Крупным доработкам подверглась система управления оружием. В арсенал истребителя вошли сверхзвуковые и противокорабельные ракеты. Появилась возможность производить слепое бомбометание ночью и сквозь слой облаков, свободно падающими бомбами. Самолет очень такой надежный в эксплуатации. И довольно-таки легкий в эксплуатации. МиГ станет первым боевым самолетом России, техобслуживание и ремонты которого будут проходить не по календарному графику, а исходя из его реального состояния. Такой подход позволит значительно снизить стоимость эксплуатации истребителя. МиГ не сильно изменился с виду, однако подвергся глубокой модернизации. Впервые за 4 года на Максе вновь стали участвовать американцы. Самолет C5A Galaxy разработан в 60-х годах в связи со стремлением США обеспечить возможность переброски по воздуху не только воздушно-десантных, но и механизированных дивизий со всем снаряжением. Максимальная взлетная масса этого грузовика — 323 тонны. При проектировании от него требовалась способность перевозить 57 тонн грузов на расстоянии около 13 тысяч километров. При земляции взлетать с твердых и полуподготовленных взлетных полос длиной 1200 метров. Эти самолеты участвовали в доставке гуманитарных грузов, пострадавшей от землетрясения Армении, а также для перевозки космической техники. В летной программе Жуковского участвовали истребители F-15 Strike Eagle. Я прилетел на этом самолете с майором Эмилио. Он сидел сзади. Он отвечает за систему вооружения, а я был пилотом. Мы прилетели на трех самолетах. Этот, который все могут посмотреть. У нас есть еще два, на другой стороне аэродрома, которые участвуют в демонстрационных полетах. Как и все самолеты в Штатах, F-15 получил собственное имя — Eagle. Американский «Орел» получился сильным и подвижным. Высокая тяга и малая нагрузка на крыло делали его одним из самых маневренных сверхзвуковых истребителей 70-х годов. Целых 10 лет противопоставить F-15 было практически нечего. Продолжалось это до тех пор, пока не появился Су-27. Мы летаем на F-15 Strike Eagle, который вы видите сзади. Его максимальная скорость, зафиксированная, 3000 км в час. Самый быстрый самолет, который я могу вспомнить, развивает скорость 1900. Наш — самый быстрый, но мы на этой скорости обычно не летаем. Самолет может летать на высоте до 20 км. Самая большая высота, на которой я был — 13200. F-15, в отличие от более простого F-16, дорогой самолет. Он не получил большого распространения в мире. Помимо ВВС США, «Орлы» стоят на вооружении Израиля, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии. Стран достаточно богатых. F-15 по всем меркам ветеран боевой авиации. В строю он уже 30 лет. Экипаж этого самолета в России первый раз. По словам пилота-истребителя Джерада Манделла, наша страна и русские люди совсем не такие, какими он их себе представлял. Я прилетел на этом самолете. Лететь в Россию доставило мне настоящее наслаждение. Было очень интересно. Что касается представления, это самое большое авиашоу, которое я когда-либо видел. Много людей, они очень дружелюбны, все рады, что попали сюда и увидят эти самолеты. Это прекрасно. Первые дни шоу погода позволила выполнить все показательные полеты. Истребители пронзали небо на разных высотах, уносились ввысь по вертикали и неожиданно возвращались к Земле, заставляя закрывать уши от запаздывающих раскаток грома, который сдавали двигатели. Погода была замечательная последние дни. Вчера было немного облачно, но погода была идеальной для авиашоу. Сегодня пасмурно и дождь, но я надеюсь, что к вечеру погода разгуляется и полеты станут возможными. Международный авиакосмический салон – событие настолько масштабное, что спонсором этого мероприятия каждый год становится тот или иной автопроизводитель. В этом году им стал «Ситроен». Для журналистов компания организовала эксклюзивный показ истребителя «Рафаль». Этот самолет четвертого поколения истребителей стоит на вооружении военно-воздушных и военно-морских сил Франции. Он служит перехватчиком и ударным истребителем-бомбардировщиком, способен выполнять задачи ПВО и завоевывать превосходство в воздухе, а также наносить авиаудары по земле. Мы показываем «Рафаль» по всему миру. Для нас важно его не только показать, но и продать. Поэтому мы здесь. Я здесь уже во второй раз. Мне здесь нравится. Полеты российских самолетов впечатляют. Аэродинамическая компоновка «Рафаля» основана на огромном опыте конструкторской фирмы «Дассо» по совершенствованию истребителей семейства «Мираж». Интеграция систем управления самолетом и двигателями дали возможность выполнять в автоматическом режиме некоторые элементы полета. Координированные развороты, катапультный взлет с кораблей авианосцев, полет с огибанием рельефа местности. Это свобода, это сила. Мы чувствуем себя практически богами. У этого самолета есть своя особенность. История истребителя напрямую связана не только с богатым опытом французских авиастроителей, но и с шедевром мировой литературы. Вы видите на хвосте маленького принца Антуана де Сент-Экзюпери, потому что наша авиационная база называется Сент-Экзюпери. В ВВС России на статической стоянке представили весь спектр военных самолетов и вертолетов. Это и стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, фронтовые бомбардировщики, высотные перехватчики и истребители. Отдельное внимание уделили вертолетам. Транспортные, спасательные и, конечно, боевые вертолеты на Максе — это особое впечатление. Я бы не хотел оказаться под прицелом у ночного охотника Ми-28Н во время боевой операции. Одной из особенностей Макса стал воспроизведенный военный полевой аэродром времен Великой Отечественной войны. На нем разместили самолеты ПВО, которые отражали нападения немецкой авиации на Москву. Это 10 восстановленных советских самолетов. Среди них и 15, и 153 ДИТ, ПО-2, МиГ-3. Пилотажные качества ПО-2 были уникальными. Он с трудом входил в штопор и выходил из него с минимальным запаздыванием. Рассказывают, что однажды Валерий Чкалов пролетел у Земли и повернул ПО-2 по крену на 90 градусов, чтобы пролететь между двумя березами, расстояние между которыми было меньше, чем размах крыльев. Самолет Поликарпова — самая известная учебная машина в авиации. На нем учились летать десятки тысяч летчиков. У-2 мог совершать взлет и посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках. Вес пустого самолета в учебном варианте — около 650 килограммов. Во время войны ПО-2 становились легкими штурмовиками, вооруженными пулеметом калибра 7,62. Самолет имел крепление для 120 килограммов бомб и пусковые рельсовые направляющие для четырех реактивных снарядов. С 1941 года начали выпускать легкие ночные бомбардировщики ПО-2. Бомбовая нагрузка увеличилась до 200 килограммов. Появились прожектора и глушитель на выхлопной трубе. В годы войны ПО-2 стал универсальным. Его использовали как самолет связи, разведчик, корректировщик артиллерийского огня и даже пропагандистский самолет с громкоговорителем. «Макс» — это не только статичная экспозиция и насыщенная летная программа. Общая сумма контрактов, заключенных здесь, составила 10 миллиардов долларов. Эти цифры значительно превосходят предыдущий авиасалон и становятся рекордными. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА